Отлично Так, замок был моим имуществом, незаконно вскрыли Кто здесь старший наряда? Какого наряда? Вы? Какого наряда? Вы старший? Какого наряда, спрошу у вас, вы задаете-ка вопрос на предательство? Нет, вы старший здесь Я не старший Если не старший, пожалуйста, помолчите Скажите, пожалуйста, кто старший наряда? Я вам не задыкаю рот, я прошу вас помолчать Кто старший из вас? Я хочу и буду говорить Это ваша большая ошибка, это обожрение Вас как зовут, простите, представьтесь, пожалуйста Меня судебный пристав Горнев Как? Судебный пристав Горнев Горнев, я фамилию уточняю Кто из вас, скажите, пожалуйста, старший Вы сотрудник полиции? Нет, судебный пристав А, вы тоже судебный пристав? А есть решение суда, да? Есть решение суда? Нет Я тоже так думаю, что нет А на каком основании, во-первых, вы здесь присутствуете Во-вторых, вы с этими людьми прибыли? Мы к вам прибыли Вы старше-то, я понять все-таки не могу Какая разница, кто старше? Разница такая, что я буду разговаривать со старшим Вы со мной не хотите разговаривать? Слушайте, вы такой разговорчивый, но мы с вами отдельно повисали Из вас кто старше, господа? Я смотрю, вот вы при звездах? Тут, кажется, у них при каких-то меньших звездах Или у вас все-таки одинаковые? Ну, только понятно Понятно Так из вас-то кто старше? Вы как-то все растерялись? Нет, кто не растерялся А кто у вас старше? Вы спросили, кто старше наряда Я так понимаю, что вы Вы старше? Нет такого наряда Понятно Вы хотите на моем поле, на поле интеллекта поиграть, да? То есть наряд, не раз словами А, смешно? Я не с вами не хочу играть Господа, вы в курсе, что занимаетесь на вопросах, да? Значит, вы только что повредили мое имущество А кто из вас? Скажите, а вы? Кто разрезал цепь? Цепь кто разрезал? Вы? Молчите, да? А вы на ком основании это все вообще производите? Понятно То есть у вас-то никак вы не определяетесь, кто у вас старший, да? Да, это как бы... Растерялись Так разница такая, что я же не могу хором со всеми разговаривать, правда? Вот здесь представители, они для сбытого А вы так... Я хочу выяснить единственное Вы так не имеете отношение? Сейчас мы к каким-то отношениям Что ж такое? Я не с вами сейчас разговариваю Решение суда есть по поводу отключения? Нет То есть вы его не исполняете? Нет Понятно, все понятно Разрешите? А вы господин, господа судебный председатель Вы-то все хотите... Я не судебный председатель, я представитель энергосбыт А, вы представитель энергосбыт Ко мне? Не к вам Мы приехали вот в эту квартиру Так, там никого нет Я здесь не проживаю, вы уже знаете, наверное Может, не знаете? Где проживаете? А вам какая разница, где я проживаю? Я не здесь проживаю? Ну, как раз Вам какая разница, где я проживаю? Что? Я представитель, послушайте Ваши коллеги, я почему не спрашиваю, кто у вас старше? Ну, видимо, вы У вас шапка такая и вообще вид более представительный Этот товарищ как-то вообще одет странно То ли физзащита, то ли приз вообще непонятно Ну, ладно То есть, видимо, вы Значит, я здесь не проживаю Вы не зарегистрированы по этому адресу Я говорю ровно то, что считаю нужным Более того, вас, гражданка Попрошу не вмешиваться Вы, если вы забыли, работник коммерческой организации Вы здесь никто Скажите, исполнительные действия, вот по факту отключения, совершаются? Нет Я тоже, я-то знаю, что нет Поэтому вот вы и не вмешивайтесь Значит, господин судебный пристав Сейчас в квартире никого нет Вы собираетесь проникать в помещение? Нет, проникать там не будем Ну, все, все хорошо А, кстати, еще, госпожа Судебный, я как раз хотел поговорить Вы, видимо, там Вы будете постоянно делом-то заниматься? Нет Не буду, а что ж я все время прошу Вот парней несчастных пожалел тогда На самоуправство уж не стал Додавливать Вы посылайте сюда руководителей Потому что был фильм такой классный Мама не говорю Помните, там главный герой сказал Базар держать, уровень посылает людей Вот, камеру уже послали Очень хорошо Камера снимает Поэтому пусть бы у вас руководители пришли Ну, хотя бы вашего правого отдела И мы бы разговаривали это уже более Как-то на одном языке Понимаете? Поэтому я вам что хочу сказать Я очень рад Что вы фактически совершаете По моему мнению Самоправство Потому что за счет энергосбыта Моя доверенница Макарова Видимо, и погасит свою задолженность Очень хорошо Все-таки мне это очень интересно Господа, то ведь будут отвечать Запор еще моему имуществу Ох, у вас вот так удобно Вот, камера уже есть В следующий раз, думаю, руководство приедет Или вы, может, и есть у вас, Михаил? Воротник такой классный Не вы? Эх, жаль Ну, воротник уже первый шаг Такой вот воротник против света А вы-то тоже работник энергосбыта? Да А зовут вас как? Халявин Павел Халявин Павел Очень приятно Господа судебные приставы Вы в курсе, что без уведомления В нарушении закона Сейчас происходит отключение Да, я, собственно, старший-то выяснял Ну, я вас определяю как старшего Для меня вы и старший Значит, я думаю, не нужно вам напоминать о том Что вы обязаны принимать любые сообщения Преступления от граждан, да? Нет Не нужно напоминать То есть, все-таки нужно напомнить Вы сейчас отказываетесь Принять от меня сообщение преступления? Я его как смогу обработать Я желаю Как вас зовут? Как вас зовут? Потапов Константин Александрович Ага, меня зовут Долгих Антон Витальевич Я прошел Ты едят машины Че тут стоите? Антон Витальевич Вы кто? Судебный престол Замначальник отдела Игорь Владимирович Игорь Владимирович Давайте Вы кто? Судебный престол Где форменная одежда? У меня под курткой Ну-ка покажите Ну что вы мне показываете? Как девочка? Знак у меня даже есть Покажите, где знак-то? Я не могу остроить-то Вы давайте сами Я тоже как бы не могу Тут растягивать Вы вообще-то должны стоять в форменной одежде Вы при исполнении сейчас или на отдыхе? При исполнении Ну а почему не в форменной одежде-то? Вот смотрите, у вас коллега В каком-никаком А политишке форменном Вот снимает Сразу видно При исполнении должное лицо А вы-то кто? Судебный престол Я вот не вижу, что вы судебный престол Вы мне показали значок какой-то Который я даже не видел Еще раз, пожалуйста Продемонстрируйте мне вашу форменную одежду Отказываетесь мне значок ваш продемонстрировать Я вам только что его показал Я не видел Вы мне показали железячку боком Вот что снято, прокурор увидит Я вас спрашиваю Так, 1154 Я вас спрашиваю Что вы спрашиваете? Значок номер ваш Какой нагрузок знака? Покажите его так, чтобы я увидел А не бочком как-то Вот Ага, вот, значит И, С, 14905 Так, у вас На кителе погоны какие-то есть знаки? Отличия? Да, есть Так вы снимите курточку Я зима сейчас Вы что, издеваетесь, что ли? Я не вижу Я вижу аканты столько Полностью, покажите Там одна звезда Одна звезда Ага, как вас зовут? Константин Александрович Потапов Потапов Удостоверение служебное Будьте любезны Что, вы шутки вздумали шутить? Какие шутки? Я вот и не знаю, какие Сейчас не будем шутить Я не знаю, какие шутки У вас Заместитель начальника отдела У вас У вас У вас У вас должностное лицо При исполнении Уважаемый заместитель начальника Не в форменной одежде А вы говорите, какие шутки Будем разбираться, какие шутки Так Как вас зовут? Константин Александрович Ага Константин Александрович Все понятно Ага, меня зовут Долгих Антон Витальевич Я прошу от вас Ну, конечно, знаете Я прошу, примите от меня, пожалуйста Сообщение о преступлении Вы отказываетесь принять? Напишите заявление Я сейчас вам в устной форме Хочу сделать сообщение о преступлении Вы отказываетесь принять? Я не могу принять данное заявление Вы отказываетесь его принять? Нет, я не отказываюсь Тогда примите, пожалуйста Пишите его устно Я сейчас Пишите его устно Как это? Пишите письменно и направляйте В адрес службы Это вы мне разъяснили Мое право на письменное обращение Почему? Вы можете в полицию обратиться Могу Более того В МЧС могу даже обратиться А могу в службу судебных приставов Вот и обращаюсь к вам Еще раз Как вас зовут? Константин Александрович Константин Александрович Да, прошу прощения С первого раза Не всегда удается запомнить Константин Александрович Я сейчас требую Принять от меня Сообщение о преступлении Вы отказываетесь это сделать? Я не могу принять его У меня таких полномочий Ну, вот вы мне объясняете Что не можете Вы отказываетесь его принять? Я не отказываюсь Я его не могу просто принять Тогда получается В форме бездействия Вы совершаете отказ Нет Примите, пожалуйста, у меня Сообщение о преступлении Хорошо, Константин Александрович Я сейчас делаю вам Сообщение о преступлении Прошу возбудить Уголовное дело По статье 330 Уголовного кодекса Российской Федерации Самоуправства По факту самовольного Отключения Видимо, электроэнергии В одной из квартир По факту Прошу также Возбудить уголовное дело По части 1 Стати 167 Уголовного кодекса Российской Федерации По факту Именно повреждения Принадлежащего мне имущества А именно Запирающих устройств Которыми был заперт Данный электрический шкаф Данный электрический шкаф Был заперт По просьбе собственника Одного из жилых помещений В данном многоквартирном доме Чтобы Во исполнение закона Доступ к электрическому оборудованию Был прекращен Это требование закона Прошу вас Зарегистрировать Мои два сообщения о преступлении И совершить все действия Которые необходимо совершать При получении от гражданина Сообщения о преступлениях Вас простите Как зовут? Я поставился Да Как обращаться к нам По имени имущества? Вы записали Можно просто подозрить Судебный пристав Ага Господин судебный пристав Примите пожалуйста У меня за сообщение о преступлении Поедем Поникновение в электрический щит Также прошу возбудить уголовное дело По части первой статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации По факту умышленного повреждения Имущества Мне принадлежащего Именно запирающих устройств Которыми был закрыт данный Электрический штаб С причинением Мне значительного ущерба Прошу вас Совершить все необходимые действия Для регистрации Моих сообщений о преступлениях И принятия мер Всего хорошего Я не приеду с вами Для фиксации сообщений Я сейчас уже сделал Вы запомнили? Прокурору объясните Так, ну и вас как зовут? Сметанин Без имени отчества тоже Сметанин Уважаемый судебный пристав Сметанин Я обращаюсь к вам Как гражданин Российской Федерации Прошу сообщением о преступлении С двумя сообщениями О двух преступлениях Прошу вас возбудить уголовное дело По статье 330 Уголовного кодекса Российской Федерации Прошу вас Прошу вас возбудить Спасибо Значит, прошу вас возбудить уголовное дело По статье 330 Уголовного кодекса Российской Федерации По факту самоуправства Которое выразилось в действиях, которые в вашем присутствии данные граждане совершают. Также прошу вас будить, вы не будете записывать? Куда я буду записывать? Это ваше дело. Я спрашиваю, вы не будете записывать? У меня консультации платные. Вот вы спрашиваете, куда я буду записывать? Я могу вас проконсультировать, но у меня консультации платные. То есть вы не будете записывать? Мне некуда записывать. Вы будете записывать? Мне некуда записывать. Вы записывать будете? Я не спрашиваю, есть или некуда записывать. Вы записывать будете? Простой вопрос. Ну хорошо, в суде судья вас отвечать заставит, пока вопрос не отведет. И отвечать Я вас, конечно же, научу, потому что сейчас-то вы такие отважные, смелые и пытаетесь изобразить какие-то мозги, а в суде будете отвечать на мои вопросы. Так вот, а вы почему ко мне наклоняетесь? Я вам не хамлю. Каким образом я хамлю? А вы составьте рапорт на меня. Что я сказал? Что я делаю? Я угрожал? Я угрожал? Конечно же, представлю. Я все записи без монтажа представляю. Скажите, пожалуйста, я угрожал? Да. И что вы все записи без монтажа? Это не ложь. Конечно, не ложь. Значит, еще раз, вы утверждаете в том, что я сейчас хамил? Да. А я оскорблял кого-то? Нет, вы хамили. Ну хотя бы на хамство уже на клевету, мне кажется, хватит. Так вот, я прошу сейчас вас возбудить уголовную... Опять же, запись-то вот ведь ведется, да? Поживите. Ну и что? Не ну и что, а ну и что, господин судебный пристав. Это первое. Я русскому языку не учить. Я вас буду учить, объясню почему. Субтитры сделал DimaTorzok